Стараюсь с победой. Насколько вы довольны тем, как выполнили установку вашу или есть шерохалость? Ну, конечно, когда уже крупный счет встал, немножко неправильно очки набирать, голы, поэтому тут надо немножко поправить. А так, в принципе, ну, я скажу так, что противник вчера играл, мы отдохнули, просто мы свежее выглядели. Ну и качественнее играли. Шесть удалений. Ну да, да, спокойно вышли. Вам вчера пришлось над этим именно работать, чтобы ребята не переживали после Америки, пришли в себя и спокойно взяли свое? Они провели такое короткое собрание, спокойно объяснили, что все только начинается, завтра. Просто не три игры предварительного этапа, не четыре, а три получилось. Поэтому сегодня как плавная игра, кто выиграет, тот дальше идет. Поэтому все объяснили, все спокойно, выходить, играть и все по силам. Шесть удалений опять не удается устранить? Здесь вчера опять разговаривали, но я еще раз говорю, тут немножко так счет позволяет. И с другой стороны, в меньшинстве поиграли, поработали неплохо, тоже там есть. В общем-то неплохо, не пропустили ничего. Перестановки сработали по большинству? Ну вы сами видели. Два гола забили? Дри. Ну вы-то довольны, как все работало? Или где-то удача была, там от двух штанг влетала, прямой бросок прошел Днесенко, или то, что вы хотели видеть, увидели? Нет. В плане тактики, особенно два периода, все шло нормально. А третий уже пошел период, он такой, кто-то хотел забить, кто-то там на себя стал побольше играть, поэтому он такой был. Ну, неопределяющий тактик. Почему Баленков появился со старта во второй спецбригаде? Потому что решили поменять немножко, с двумя защитниками сыграть наверх. Просто вчера на тренировках такого даже близко не было. А эта схема, она уже была отработана в Суперстере. Почему все-таки решили поменять питерское звено, разбить? Ну, сработало, сработало. Потому что немножко там центральные нападающие качества другие нужны немножко. Мирстахов здорово играл, Аскаров сейчас здорово сыграл. Есть у вас понимание, кто из них первый, перед плывом? Ну, думать, еще раз говорю, думать. Там есть Хабибуллин, который с ними как отец. Поэтому все обсудим, все и приняем решение. Переезд в Торшинец, насколько это... Не то, что проблема, но как меняешь что-то. Другая Арияна, другой лед. Да, 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 конечно. Немножко некомфортно, но завтра у нас тренировка там будет, поэтому я посмотрю. Вы готовите к парам Леркзинам? Не с ними? Ну, я думаю, да. 90% тут просто, как сегодня, сейчас здесь сыграют. А так, в принципе, да. Финны из года в год все время камень преткновения на всех уровнях. В чем проблема наша с ними? Ну, это не надо. Все, на всех уровнях. Сейчас, если мы выходим на них, значит, правильно еще разное, тактически подготовить, все разобрать досконально, сыграть правильно. Дорофеев, все-таки довольны в равных составах? В большинстве это две забил, понятно. В равных получше сегодня, да, он выглядел. В плане созидания, там, организации. Большинство его, в общем-то, позиция такая. Молодец, две забил. Дима Ченка сегодня по активнице, главный, у Хаванова опять вот исчез. Ну, тут вообще надо думать, там, немножко они заигрываются вдвоем, вдвоем играют. Поэтому будем думать, может быть, что-то еще поменяет. У вас есть понимание, почему Хаванов, которого ждали, что он будет лидером, и первый центр играет не так эффективно, ну, по крайней мере, как мог бы? Ну, он неплохо играет. Не сказать, что он плохо там играет, но там, когда они играют в быстрый пас, это линия, то и моменты хорошие создают, и голы приходят. А когда начинается, там, то Денисенко возьмет, начинает с ней возиться, Хаванов тоже, поэтому вот здесь надо немножечко подравить. Соколовым, что-то, больше не будут? Ну, почему? Я еще раз говорю, сейчас еще надо, там, опять белая линия, там, большинство, там, будем думать, как, может, что-то поменять. С возвращением на рот, еще Грошев снова присядет, или он сегодня доказал, что может играть спокойно? Ну, сейчас. Сложно ответить, посмотрим. Птища в четвером играет. Поэтому плюс большой для него. Вступающий в Новом году, как сборную встретит, это во сколько? Я хочу всех болельщиков поздравить с Новым годом, да. Пожелать всего здоровья, самое главное, хорошего на среднем Новом году. Надеюсь, наша команда в дальнейшем будет радовать болельщиков. А сколько у тебя отбой? Как обычно, там, на чай соберемся мы, там, и там, новым годом нашим здесь будет где-то до десяти, поэтому вообще поздравим, пообщаемся, спать. Спасибо вам, с победой. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok